Сегодня мы с вами заглянем в гости в магазин FUSHOP и займемся, нет, не сомнением, но выбором спиц для вязания. Это может быть подарок, это может быть выбор спиц для себя любимой и можно употребить слово сравнение, потому что, конечно, сравнение у нас будет присутствовать. Так или иначе, мы будем с вами сравнивать спицы премиум класса. Это не дешевая покупка, покупка достаточно дорогая и, конечно же, она должна быть взвешенной по каждому-каждому пункту. И мы сейчас с вами займемся этими самыми пунктами. Итак, что же выбрать? Наборы спиц Чагу или наборы спиц АДИ? Ну, для начала давайте начнем-ка с внешнего вида. Я приготовила для нас с вами небольшую таблицу, в которой мы будем с вами сравнивать критерии. Ну, что ж, давайте начнем изначально с внешнего вида, то, как мы их увидим. Итак, наборы спиц АДИ все упакованы вот в такие футляры из искусственной кожи. Абсолютно все они отличаются по цветам, но все эти наборы выполнены абсолютно стилистически одинаково, имеют вот такой вид, отличаются только лишь по цветам. Я вам хочу сказать, что такая презентация мне уже нравится. Я бы хотела у себя иметь вот такую удобную, стильную, компактную сумочку-футляр. К тому же, когда мы соберем несколько наборов со спицами, крючками и другими предметами, они у нас красиво лягут на любой полке. Такую сумочку удобно взять с собой, удобно, стильно и красиво. Ее будет приятно в любом месте достать и изящно открыть. Теперь мы рассмотрим, как же упакованы спицы чагу. И вот производитель нам предлагает вот такую упаковку. Это упаковка из ткани, пенал-футляр из ткани. Сразу вам скажу, опять же, сейчас мы переходим абсолютно к субъективному мнению. Это вопрос, как всегда, вопрос вкуса. Что вам больше нравится, кожаная упаковка, жесткий кожаный футляр или мягкая тканевая упаковка, это все вопрос вкуса. И это очень субъективно. Я больше склоняюсь вот к такой лакомичной упаковке одного цвета, чем вот к такой цветной упаковке из ткани. Но это абсолютно субъективно. Что вам больше нравится, выбирать вам. Итак, упаковка. Для меня это однозначно упаковка АДИ. Начинаем разворачивать упаковку. Я буду сравнивать две упаковки. Это укороченные спицы АДИ Клик Лэйс и спицы Чаа Гоу. На обеих упаковках есть кармашек, застегивающийся на молнии. В кармашке АДИ здесь находятся съемные лески. Что касается кармашка Ча Гоу, кроме съемных лесок, здесь находится еще и огромное множество дополнительных аксессуаров, о которых мы с вами поговорим чуть позже. Мы все это с вами пока извлекаем. И переходим далее. Мы с вами уже определились о том, что мы все-таки выбираем спицы премиум класса. То есть, понятно, что цена будет немаленькой. Но давайте сравним эти цены. И для сравнения этих цен мы с вами вновь возвращаемся к магазину с Юшу. Все для рукоделия. И сравнение мы будем с вами проводить следующим образом. Мы будем искать спицы по парам. Например, мы берем набор АДИ КЛИК БАДИК, который стоит 89 евро. И это без скидки по промокоду LW2017. Потому что если вы используете эту скидку, этот промокод при покупке, вы получите дополнительную приятную скидку в 5%. Итак, набор спиц со съемными лесками 10 пар. Цена 89 евро. 10 пар 89 евро. Производитель предлагает нам 10 пар спиц в кожаном элегантном футляре. Теперь мы с вами перемещаемся к спицам ЧАГО, к наборам спиц ЧАГО. И ищем соответствие по количеству спиц. Вы здесь не найдете набор с 10 парами спиц. Но максимально приближенно мы найдем набор 7 пар спиц стоимостью 79 евро. Итак, 10 пар спиц в АДИ это 89 евро. И 7 пар спиц, то есть простая математика на 3 меньше, 79 евро. Пока по цене АДИ, на мой взгляд, выигрывает. Мы не будем сравнивать набор, который я держу в руках, потому что это более полный набор. Он включает в себя 13 пар спиц. И стоит такой набор 135 евро. Опять же, без волшебной скидки по промокоду LW2017, по которому нападется вам значительно дешевле. Пока мы берем просто цену магазина. Итак, пока по цене, опять же, АДИ выигрывают. Теперь мы с вами перейдем к следующему сравнению. И набор спиц АДИ КЛИК БАЗИК выполнен из металла. Набор спиц ЧАГО выполнен из медицинской стали. Какой из материалов вам больше нравится, выбирать вам. ЧАГО заявляет об экологичности и о том, что материал не темнеет. Но я вам хочу сказать, что при правильном хранении эти и другие спицы я храню в футлярах. Этот набор у меня достаточно давно. И, как видите, он как блестел, так и блестит. И те, и другие спицы блестят абсолютно одинаково. Несколько они отличаются по злобам. Но, на мой взгляд, блеск и у тех, и у других абсолютно одинаковый. Что мы видим на развороте? На развороте упаковки. Все еще мы говорим пока об упаковке. Я вижу в упаковке ЧАГО номера спиц, которые прописаны на упаковке. Чего нет в упаковке АДИ. На мой взгляд, достаточно удобно. При условии, если, конечно же, вы будете скласть спицы на свое место, на одно и то же. Тогда вам, безусловно, эти надписи будут удобны. Теперь, если мы говорим о маркировке спиц. На спицах АДИ я эту маркировку вижу. Каждая спица пронумерована и на ней прописан ее номер. На спицах ЧАГО со своим зрением я не могу рассмотреть, что здесь написано. То есть, что-то здесь написано, я вижу. Но даже в очках мне не видно. Поэтому данная надпись для меня бесполезна. Хотя, хочу признаться вам честно. Если я возьму спицу потоньше ВАДИ, то и здесь, в общем-то, мне придется всматриваться, чтобы увидеть эту нумерацию. Для рукодельниц с опытом абсолютно убеждена в том, что вам вообще абсолютно все равно, есть нумерация на этих спицах или нет. Все равно, когда мы подбираем номер спиц для пряжи, для изделия, которые мы выполняем, согласитесь, дорогие мои, мы все равно берем несколько пар спиц, берем пряжу и пробуем одну и ту же пряжу с одним и тем же рисунком с переходом на 2-3 близких номера. И только потом выбираем, на каких же будем вязать. Как правило, мы используем именно номер спиц. Когда, например, у нас кто-то спрашивает, на каком номере спиц вы вязали эту модель, и нам нужно ответить. Тогда мы берем и либо смотрим эту нумерацию, либо используем измеритель спиц, который входит как в набор чагу, так и в набор АДИКЛИК. То есть в данном случае комплектация абсолютно совпадает. Теперь, следующим пунктом моего сравнения, я вам хочу предложить количество предметов, которые входят в этот набор и в этот набор. Если говорить о количестве предметов, система АДИКЛИК достаточно проста в использовании, за что она многим и полюбилась. Это очень легкое соединение спицы с леской. Достаточно вставить кончик лески в спицу, немножечко нажать, провернуть, и услышав легкий щелчок, означающий, что спица зафиксирована. И все, спица готова к работе. Что касается спиц Чиа Гоу, я вам скажу откровенно, впервые получив посылку, немножечко я пришла в некое замешательство, потому что я увидела два набора лесок, на одной из которых написано СМО, и на другой написано ПЛАЧ. Мне пришлось прочесть, для чего именно, какие. Итак, одни лески подходят для размера спиц большего размера, и мы вкручиваем спицу в леску. С одной стороны, казалось бы, это более надежное крепление, чем в системе Айдекли. По крайней мере, возникает такое ощущение. Но я вам хочу сказать, что система Айдеклик меня не подводила. Соединение прочно держится, поэтому это, опять же, очень субъективное утверждение, что здесь соединение более прочное. Но дальше здесь возникает сложность. Спица вроде бы потом легко выкручивается. Конечно, получив этот набор, я обязательно попробовала повязать с этими спицами. Как же иначе. После того, как я провязала образец, спица очень хорошо закрепилась с леской. И силы моих пальцев уже не хватало, чтобы ее так легко открутить. Здесь приходит на помощь вот такой ключик, который, опять же, входит в набор чагу. И здесь, опять же, я бы сказала так. Если вы педант, если вам несложно хранить мелкие предметы, я не отношу себя к педантам. Увы, когда я начинаю что-то творить, когда я начинаю висать, я не всегда знаю, что это будет. Иногда мое решение вязать, что именно вязать, приходит в процессе ну, какого-то времени экспериментов. То есть, я беру спицы, я обкладываю с кубками, пробую одно, пробую другое, и в итоге, к чему у меня лежит душа, я начинаю это делать. Очень часто у меня это происходит сумбурно. Я не складываю педантично спицы на место, где я взяла. Я могу подоставать вообще все спицы из набора и чередовать их и менять, что с чьего лучше не делать. Потому что в этом пакетике, в этом наборе, находится несколько мелких предметов. А в частности, вот такой вот ключ, с помощью которого, если вы не можете раскрутить, если вы не можете раскрутить эту спицу, то вам придется вставить сюда этот ключик и раскрутить спицу с помощью ключика. Но ключик, это еще и не самый мелкий предмет в этом наборе. Хотя, опять же, люди с не очень хорошим, не стопроцентным зрением, уронив такой ключик, например, на пушистый ковер, будут долго его искать. Поэтому вам придется каждый раз класть этот ключик обратно в пакетик. Ну, хорошо, пока пакетик новенький и выглядит очень симпатично. Если вы, как и я, любите все красивое, то вам придется периодически менять эти пакетики. И, к тому же, переклеивать эту наклеечку. Еще один в этом пакетике есть крошечный предмет, который для меня вообще выглядит очень пугающе. Я вам скажу, почему. Пугающе, немножечко отвлекусь от спиц. У меня есть коверлок, и именно вот из-за подобных мелких болтиков я потом отдельно купила распошивальную машину. После того, как убедилась в том, что каждый раз, выкручивая и вкручивая иглы, меняя распошивальную машину под оверлок и наоборот, я очень быстро потеряла несколько мелких деталей, а именно вот этих вот винтиков, болтиков, которые докупить потом, как оказалось, невозможно. Мне предлагали приобрести вместе со всем блоком. Но так как мне блок не нужен, в итоге я остановилась на том, что все-таки нужно иметь отдельно распошивальную машину и отдельно оверлок. и вот такие вот маленькие детальки меня пугают. Я представляю, что со своим отсутствием полнейшей педантичности я куда-нибудь уроню на стол этот болтик и, затерявшись в кулках или нечаянно смахнув его на пол, я потом буду его долго искать. Поэтому те, кто, как и я, не педант, это не вариант. Этот болтик, это соединение служит в комплекте ЧАГО для удлинения соединения лесок. Вот таким образом. Болтик соединяет между собой две лески. Таким образом удлиняю их. То есть, если вы периодически пользуетесь удлинителем для лесок, то берегите этот болтик как зеницок. Поэтому я его при вас сейчас вытащу и аккуратно сложу обратно в пакетик. Сразу же, пока во время съемки он куда-нибудь не улетел. В отличие от ЧАГО, в системе AdiClick на мой взгляд, наиболее удобное соединение. Во-первых, для него есть специальное место, где его хранить. И даже если я уроню или потрушу этот чехол, соединитель никуда не денется. Даже если вдруг я его уроню на пол, но, честно говоря, не заметить на полу вот такой предмет, я думаю, всем очень сложно. И соединяется он также очень просто двумя простыми движениями. На мой взгляд, это безусловный плюс. Поэтому лично для себя, опять же, мимо, субъективно, исключительно для себя по удобству использования, пока подготовительного использования в работе, я ставлю плюс. Уточняю, потому что я не педант. Я теряю мелкие предметы и потом занимаюсь их порисками. Поэтому для меня это неудобно. Что еще для меня неудобно? Для меня неудобно в системе ЧАГУ, что лески, которые подходят для более толстых спиц, если я возьму тонкую спицу, они не подходят. Они слишком большие и вы, естественно, ненавиндите такую спицу на леску, предназначенную для больших спиц. Что для меня тоже неудобно. Потому что у меня есть несколько разных наборов Адзиклик, включая наборы с крючками и даже если я возьму крючок из системы Адзиклик, любую леску я с легкостью присоединю к этому набору. И мне не нужно будет специальная леска, предназначенная именно для этого номера. Или для номера потоньше или потолще. То есть в этом я тоже лично для себя я вижу преимущество. Здесь же будет желательно, прежде чем перейти с использования толстых спиц на тонкие спицы, желательно будет все-таки свернуть лески и упаковать их в соответствующий пакетик. Не забывайте смотреть, что это именно пакетик предназначенный для больших лесок. Что мне нравится в спицах ЧАГУ? Что для тех из вас не любят использовать круговые спицы, но нравится, удобно использовать спицы все-таки на леске, будет приятно, удивлен. Вот видите, да, автоматически взяла не по спицам и она не навенчивается. Хотела просто показать. Берем ту спицу, навенчиваем и опять же есть вот такие стоперы для спиц для того, чтобы вязать все-таки спицами на леске, но не круговыми. и мы навенчиваем и готово. У вас спица со стопером. Пожалуйста, используйте, пожалуйста, вяжите. Неудобство, опять же, состоит в том, что черные стоперы это для спиц и лесок лач и белые наконечники для спиц и лесок сно. Опять же, после использования возвращаем в нужный пакетик, выкручиваем. в системе Ади Клик тоже есть такие стоперы, но их нужно приобрести отдельно. Возможно, если кто-то из компании Ади услышит мое пожелание, возможно, следующие наборы будут комплектоваться стоперами, но пока сейчас их можно приобрести отдельно. Но вот такое для меня лично в комплектации ЧАГО неудобство. И для меня оно, честно говоря, существенное неудобство, потому что зная себя, я совершенно точно не эпидант. Я постоянно теряю многие вещи. Особенно те из вас, кто видели мою мастерскую, иногда, когда в процессе творчества у меня я достаю и все крючки, я достаю спицы, я могу чередовать эти спицы и согласитесь, вот, если я смешаю, например, разные спицы Ади, у которых лески подходят абсолютно к любым наборам и абсолютно к любым спицам и крючкам. Абсолютно ничего страшного в данном наборе, видите, у меня вдруг затесалась, замешалась вот такая вот спица из другого набора, леска точнее, да, к этому набору, к этому набору Ади Оли, это оливковые спицы, в комплекте идут золотистые лески. Но у меня здесь затесалась красная леска вместо золотистой и абсолютно ничего страшного. Я не педант, я могу подсоединить красную леску и вязать. То здесь нет для этих спиц я однозначно должна быть педантом. я убираю пока набор Ади Олив и с легкостью расстегиваю системку и опять же даже не нужно много движений чтобы оп и попасть и знаете вам может это показаться на первый взгляд смешным но когда мы хотим делать что-то быстро когда мы торопимся когда мы в процессе творчества нам хочется делать как можно меньше и лишних движений. И вот скажите что удобнее или фактически не глядя протиснуть и зафиксировать соединитель Ади или я должна открыть маленький пакетик опустить туда крошечный болтик и для того чтобы если вдруг пакетик упадет эти болтики не посыпались конечно же его закрыть ну для меня однозначно в данном случае конечно же удобнее Ади хорошо теперь касательно качества самих спиц и те и другие спицы идеально гладкие кончик кончик у спиц чагу более возможно острый незначительный но чуть-чуть более острый что касается качества и скольжения они абсолютно идентичны провязав образец этими и другими разницы я абсолютно в скольжении не увидел некоторые берутся утверждать что у чагу лучше скольжение и соединение именно между спицей Некоторые берутся утверждать что у чагу лучше скольжение или соединение опять же для того чтобы вам показать я должна взять соответствующую спицу лучше скольжение и соединение между спицей и леской скажем если придираться уж совсем придираться то да разница в переходе когда вы проводите двумя пальчиками действительно в чагу не ощущается и слегка ощущается при переходе ваде при вязании сразу хочу сказать я этой разницы не ощутила на вязании это абсолютно никак не отражается и те кто утверждает что отражается вероятно вы слишком затягиваете петли потому что не отражается это действительно так и что еще приятно в наборе чагу это маркеры которые входят в мой набор вот такой набор цветных маркеров входит в мой набор чагу давайте посмотрим входит ли он в другие наборы ну вот например возьмем набор который мы с вами смотрели за 79 евро маркеров и в этот набор он тоже входит то есть маркеры входят в набор чагу но не входит в набор ади эти маркеры могут использоваться только как маркер который надеваем на спицу во время вязания часто ли вы используете такие маркеры или нет это уже зависит от вас я чаще использую и больше люблю маркеры в виде застегивающихся защелкивающихся замочков которые можно использовать навешивая на различные этапы вязания и оставляя в работе до тех пор пока изделие не будет полностью выполнено поэтому нужны вам такие маркеры или нет опять же ваш выбор что еще хочу отметить что в чехле чагу существуют еще дополнительные кармашки единственное по что можно использовать эти кармашки ну например например под какие-то крючки иглы ну конечно же это крючки должны быть более короткие я вам просто сравнительно показываю размер самого кармашка можно использовать под трикотажные иглы под небольшие крючки и возможно если вам будет удобно ставить сюда сантиметр главное потом его оттуда вытащить потому что под вот эти принадлежности я бы не рискнула использовать эти кармашки потому что я не представляю как их потом оттуда достать поэтому даже рисковать не буду то есть эти дополнительные инструменты к набору спецчагу все-таки придется хранить во внешнем кармашке ну и конечно же бережно заботиться об их сохранности поэтому положим все на место и сейчас мы ничего не забываем в соответствующих кармашек по поводу лесок и в наборе 1 и в наборе чагу лесок здесь 3 а здесь вроде бы 6 но это вроде бы потому что 3 лески подходят к набору больших спиц и 3 лески к набору спиц восьму поэтому по факту все равно их 3 несмотря на то что их 6 да иногда 3 бывает 6 иногда 6 бывает 3 это вот как раз тот самый случай поэтому качество спиц безусловно отменное качество спиц безусловно на высоте ну еще бы по такой цене оно бы и не было отменным и так еще один минус видите зипперами для меня что зипперы все-таки выдерживают определенное количество открытий и закрытий поэтому да нужно будет либо беречь этот мешочек и этот зиппер либо потом переклеивать либо постоянно класть одни и те же лески в одно и то же место и так для меня качество спиц абсолютно одинаково я не увидела существенной разницы безусловно кажется интереснее закручивать леску на спицу это кажется надежнее на первый взгляд но с другой стороны как я уже и сказала система антиклик меня еще не подгодила и кстати вы знаете кто-то некоторые говорят что не все спицы антиклик хорошо застегиваются и некоторые расстегиваются в процессе работы я вам открою маленькую тайну если вы приобрели набор антиклик в магазине сьюшоп и если с вашей спицей произошла такая проблема что леска растет я вам говорю совершенно точно если вы обратитесь с этим вопросом в магазин сьюшоп то компания анти просто заменит вам спицу и я вам это заявляю совершенно точно я не представитель магазина сьюшоп но на вопросы малейшего брака компания анти реагирует мгновенно и так как магазин сьюшоп является представителем компании анти магазин тут же напрямую обращается в компанию анти и компания анти просто заменяет вам вышедшую из строя спицы согласитесь это немаловажно но очень веский долг все-таки приятно иметь дело с магазином который в случае брака не будет с вами спорить по поводу того как вы застегивали спицу если происходит такое что все спицы застегиваются а одна вдруг плохо или расстегиваются в процессе работы вам она просто заменит и за это ничего не нужно будет доплачивать на мой взгляд очень здорово и это мы сейчас с вами сравнивали и выбирали между набором съемных спиц Ади и съемных спиц чагов кстати что эти да очень приятно с лесками Ади мне не нужно их укладывать ни по каким пакетикам вот для меня это вы знаете вы подумаете что-то я много об этом говорю для меня это очень важно правда для меня это очень важно и очень важно еще и то что иногда я могу разложить все эти трусики а потом просто свернуть их в один круг и упаковать причем упаковать абсолютно в любой кармашек Ади готово ну а сейчас мы с вами рассмотрим если предположим вы не хотите набор вы хотите просто спицы на леске и думаете какие же выбрать Ади или чагу чагу или Ади и давайте теперь опять же мы с вами подойдем к вопросу цены смотрим стоимость спиц чагу спицы для кругового вязания стоимость спиц 7 евро хорошая цена согласитесь для одной пары спиц теперь мы с вами смотрим на спицы Ади набор спиц Ади не набор круговые спицы Ади стоят 5 евро 50 центов то есть на полтора евро дешевле чем спицы чагу и сейчас мы с вами сравним и те и другие вот у меня рядом есть отдельно спицы для кругового вязания чагу и я достаю из футляра который показывала вам в моих предыдущих видео это футляр МИПРО который я тоже приобрела в магазине Суршоп используя промо-код LW2017 и спицы Ади которые замечательно принесли в этом же наборе и те и другие круговые спицы не съемные немного отличаются они по цвету спицы чагу чуть-чуть более темные я держу в руках две пары спиц одного номера пять и те и другие номер пять кончик у спиц чагу чуть более острый то есть если вам нравится чуть более острые кончики вам стоит выбрать спицы чагу кончик у спиц Ади более округленный я лично предпочитаю более округленные кончики эти спицы Ади никелированная сталь спицы чагу медицинская сталь что вам больше нравится выбирать вам по ощущениям для меня они честно говоря одинаковы спицы чагу имеет вот такой изгиб в месте перехода со спицы к леске спица Ади имеет абсолютно прямой переход и более короткий от спицы к леске это имеет значение для начинающих начинающие мастерицы кто учится вязать особенно когда спицы не очень хорошего качества что абсолютно не касается ни Ади ни чагу потому что это и те и другие спицы премиум класса пока учатся вязать настолько сильно давят на спицу особенно те у кого были еще советские алюминиевые спицы вспомните какие они были гнуты и все со мной потому потому что яростно давили на спицу в процессе обучения что конечно же ее гнуло честно говоря вот эта округлость для меня лично не плюс и не минус для кого-то она плюс я много слышала отзывов о том что люди говорят вот это удобно честно говоря я не знаю чем это удобно мне абсолютно все равно имеет спица изгиб или нет мне важно как она вяжет ощущение и кончик кончик мне нравится больше у нас но опять же это если придираться если уже совсем придираться дальше переходим к леске у спицы чагу более плотный тросик он более плотный и чуть более толстый незначительно но толще оба тросика промаркированы и в спицах чагу и в спицах али это для меня вообще и не плюс и не минус абсолютно честно говорю я знаю что маркировка есть но я ее не вижу чуть-чуть вижу что-то там серенькое на фоне золотистой лески в аде но мое зрение не позволяет это рассмотреть и мне вам честно скажу абсолютно все равно отличие спиц ади и спиц чагу состоит в том что при указании длины ади используют исключительно длину и лески то есть когда они вам пишут что например спицы 150 сантиметров предположим они имеют ввиду длину лески от спицы и до спицы когда чагу заявляет длину спиц они имеют ввиду длину от кончика спицы и до кончика спицы если для вас это имеет принципиальное значение тогда конечно же выбирайте чагу если вам в общем-то все равно что имел ввиду производитель когда указал длину спицы длину лески или длину от кончика до кончика тогда вы можете выбрать и те и другие спицы если вам принципиален изгиб выбирайте чагу если вам нравятся прямые спицы выбирайте ади если вам абсолютно все равно и вы просто хотите спицы премиум класса вы можете выбрать эти и другие спицы ади имеют золотистый тросик если вам нравится этот золотистый цвет вы можете выбрать ади круговые спицы чагу имеют красный тросик возможно вам нравится красный выбирайте красный здесь производитель спиц чагу уделяет очень много внимания описанию тросика они пишут позвольте я вам зачитаю гибкий многожильный стальной тросик с красным нейлоновым покрытием по которому отлично скользят петли я вам честно скажу я не заметила разницы в скольжении петель по тросикам ади и чагу что касается ади ади не пишут из чего выполнен тросик но пока ни один еще у меня не порвался если честно поэтому что там внутри многожильный он или нет честно говоря не очень-то меня и волнует касательно эргономичности о которой заявляет производитель чагу опять же смотря где вы располагаете руки во время дизайна но учитывая что для женщины у меня очень крупная кисть я этой эргономичности не ощущаю потому что моя кисть просто не доходит до того места где я могу ощутить эту эргономичность вот например в случае с крючками ади когда мы говорим об эргономичной ручки опять же я вам уже как-то показывала для моей крупной кисти этот крючок словно идеально создан за что я не раз мысленно благодарила Аде потому что каждый раз беряя этот крючок в руки мне кажется что именно мою кисть использовали производители когда придумали эту ручку потому что моя кисть идеально в данном случае в него помещается в случае с эргономичностью этой спицы вяжу я вот таким образом и если бы я вязала вот так наверное мне было бы удобнее держать спицу но разницы в вязании я также не заметила с одними и с другими поэтому стоит ли платить больше на полтора евро за чагу выбирать вам на этом я хочу закончить мой краткий экскурс о выборе спиц одно хочу сказать точно что вы совершенно точно не пожалеете совершенно точно будете рады иметь в вашем арсенале набор Аде так и набор чагу и этому есть абсолютно несколько причин первая причина это и те и другие спицы премиум и те и другие спицы наслаждения для ваших рук есть еще несколько причин следующая причина вы знаете что мы очень часто увлекаемся и начинаем вязать сразу несколько изделий сразу несколько проектов и у каждой из вас ну признайтесь есть определенная любимая пряжа и определенный любимый номер спиц и иногда случается такое что мы это изделие вяжем спицами четыре с половиной и это изделие вяжем спицами четыре с половиной как же нам разорваться безусловно нам нужно иметь два набора и почему вы не иметь два разных набора пусть это будет набор ади и пусть это будет набор чагу и тогда вам не придется выбирать какой же набор вам нужен у вас будет оба и вы будете пользоваться ими оба по настроению и есть еще один плюс когда кто-то будет заявлять что спицы ади лучше или лучше спицы чагу вы сможете совершенно компетентно заявить владея и тем и другим набором ваше уже мнение вы можете с ним поделиться конечно при условии того что и ади и чагу которые вы держите в руках оригиналы а для того чтобы это были оригиналы покупайте только в официальных магазинах с юшоп здесь тоже придет вам навстречу потому что в магазине с юшоп все для рукоделия я вам оставлю ссылочку вы совершенно точно приобретете оригиналы более того если случится не дай бог что-то с продукцией если вы конечно не повредили ее каким-то другим способом если вдруг не застегивается например система антиклик производитель вам согласитесь даже в самой лучшей продукции случается такое что бывает небольшой производственный брак и компания ази тут же вам его устранить итак дорогие друзья в преддверии нового года когда мы все думаем с вами о подарках когда мы заказываем подарки нашим друзьям и близким когда мы собираемся подарить подарки представьте что вы хотите сделать подарок вашей подруге подумайте о том какими побудьте немножко психологами вспомните какая она какая она в быту возможно если она не такой же педант возможно если она не педант как я то лучше установить свой выбор на аде если у нее уже есть аде и она очень любит качественные инструменты для рукоделия подарите ей чагу и возможно это научит ее аккуратности в любом случае она скажет вам спасибо нельзя сравнивать лучшее с лучшим лучшее с лучшим это и те и другие спицы премиум класса и те и другие спицы достойны восхищения достойны уважения и достойны ваших рукодельных рук какие спицы выбрать вам выбирать вам исходя из черт вашего характера исходя из личных возможных предпочтений по упаковке потому что качество и тех и других безусловно на высоте спасибо вам за внимание пишите дорогие мои обзор на какие инструменты вы бы хотели еще увидеть на моем канале и я с удовольствием сниму этот обзор для вас спасибо магазину Сьюшоп при покупке в магазине Сьюшоп не забывайте указать промокод LW2017 успейте использовать этот промокод в этом 2017 году и пусть этот промокод станет помощником вам в приобретении ваших новогодних подарков спасибо за внимание и всего доброго наше время и спасибо за просмотр! Продолжение следует...